Манго Да, замечательно нарезали манго И дальше в наш салат пойдет морковка Берем терочку Вот ее уже можно на терочку, да? Да, ее можно на терочку Я вот смотрю, мы что-то совсем забыли про яйца Вот у нас сырые яйца Гениально, да Потом мы их будем убивать сырыми, что называется Так, вот сейчас я сделаю гениально Все-таки пианисты, они знают, какая должна быть аппликатура Все правильно Причем, как ни странно, это в первый случай в истории У человека срабатывает с первого нажатия, да, эта плита А, да, потому что человек, потому что я напакал пианистка Чувствительная фальфика Я вам открою секрет, просто у меня дома тоже сенсорная плита Я знаю, как с ней обращаться Очень сильно не нужно давить Вот мы пока варим тут яйца для другого салата И надо сказать нашим телезрителям, сколько нам яиц понадобится для второго нашего салата Как правило, вот на два авокадо четыре яйца На два авокадо А мы использовали, собственно, одну треть, наверное Одного авокадо Вы знаете, я вообще Скажем так, на один авокадо двоится Вот так вот это будет все Так, теперь мне нужно активизироваться Вы знаете, все-таки чужая кухня есть чужая кухня Ну я в очередной раз не помогаю по той причине Я уже поняла, как правильно Хотя пальчики ваши беречь надо Вот здесь надо, кстати, это бывало, да Так что, может все-таки помочь? Нет, уже ладно А потом лавры-то придется делить Это я не смогу пережить Ну все-таки я вот закончу, как я почувствовала себе этот талант кулинарный Готовим борщ в общежитии Готовим, причем по всем правилам Со шкварками, с кинзой, с подружкой А у нас как? Мужской, женский этаж Мужской, женский И кухни большие Это старое еще общежитие в консерватории Так, это я потом съем И вот, наконец-то, борщ подходит Он кровавый, он ароматный Последний штрих Мы, значит, выдавливаем чеснок с Валей Стоим Я так делаю маленький огонь Говорю, Валя, три минуты И мы снимаем его Мы идем в комнату Длинные коридоры в старом общежитии Приходим с Валей за борщом Кастрюли нет И она говорит, все, мужской этаж увел И она говорит, надо по запаху искать Я говорю, Валя, все, это бесполезно А пока мы будем решать, это первый или третий мужской этаж На первом этаже народники, на третьем скрипачи Она говорит, скорее всего, все-таки народники Увелем Значит, мы так и не нашли наш борщ После этого мы всегда следили за едой Но на следующий день на плите стояла чистая кастрюля с запиской Было очень вкусно, спасибо Я поняла, что вот он признание, да, настоящее Мне нравится логика ваших мыслей тогда, да Я поняла Вообще люди интеллигентные были, да? Не могли Значит, народники Да простят меня мои коллеги народники Это я по глупости в юности так думала Вообще-то это не так, безусловно Ну вот тогда я поняла, что талант есть Как хорошо, что наши зрители не могут попробовать то, что я приготовила Я так понимаю, наверное, после этого вы перестали выдавливать чеснок на общей кухне, да? Нет, я перестала просто на общей кухне оставлять без присмотра еду, да Потому что запах очень распространяется хорошо Вот Еще одну историю сейчас расскажу Быстро Можно, да? Да Тем более морковку я быстро потерла Окрылась абсолютно В этот момент я как крепостная девушка Мне надо заставлять разговаривать Терка хорошо наточенная Ну я бы не сказала, конечно Итак Еду я в Америку к своей подруге Она не русскоязычная американка У нее двух детей Трех и пяти лет И Она человек с таким европейским взглядом на еду Она не любит фастфуд И Берем яблочко И продолжаем делать талант И она говорит Таня, привези какой-то рецепт То, что В Америке не делают Я понимаю, что они делают в Америке Я везу дрожжи Чтобы делать блины на дрожжах Или блины на кефире Я начинаю делать блины Они не знают, что это такое В результате Я стою только у плиты Делаю двое детей Люка и София Стоят с тарелками Ждут Я им всем кидаю Подходит муж Йорк Я всем кидаю блины Весь вечер я пеку блины Но апофеоз был утром Когда над моей кровати Стоит трехлетний Люка В пижаме сонный И говорит Таня, блини То есть ему, видимо, это все снилось И я поняла, что вот Вот эти вот наши славянские женщины Которые умеют все Модифицированные продукты Татьяна, вот сегодня 2 апреля Буквально накануне Ваша гостиная прошел вечер Музыканты шутят По вас мы уже поняли Что вы человек неординарный Вы любите шутить А что касается вообще Пианистов Музыкантов Как этой братье Вы знаете, я поняла Очень хорошо одну вещь Что умение шутить В музыке Это критерий таланта Очень часто Вообще люди Не умеющие шутить И не понимающие юмор В музыке Это люди все-таки Достаточно ограниченные Потому что юмор Это вообще все-таки Быстрый ум Яркий, быстрый Поэтому Вот все мои Я прошу прощения Я чуть-чуть убавлю Оп, огонек Как я это сделала Виртуозно Все люди С которыми я работаю Они Безусловно Очень талантливые Они это умеют делать Я могу вас пригласить На концерт Потому что 8 апреля Будет повтор этого концерта Потому что Уже все желающие Не могут уместиться Вообще В малом зале Белгосфаллормонии Нам предлагают сделать И 15-го вечер И 22-го И Так Опа Это называется уже Как бы форта Да? Музыка пошла у нас А где на вашей кухне То, чем Ну ладно Будем так вот Полотенечком И просто нужно еще меньше Сделать огонечек На троечку Так или иначе Все люди С которыми я работаю Я работаю с ними давно Ведь музыкальные гостиные Я приглашаю И солистов оперы И солистов оперетты То есть Ну Людей, которые работают Не только в филармонии Но очень часто бывает Тут я намусорила у вас Ну ладно Очень часто бывает Человек, появившийся один раз Я, видя его на сцене И работая с ним Понимаю, что он Хороший музыкант Но я больше Не смогу пригласить его В гостиную Потому что он Немножко другой Он подходит Вот для Этого замечательного Действа Это всегда действо А уже концерт Музыканты шутят Это Дело Людей, которые Работают со мной Часто Много И Дело-то Неблагодарное Рассказывать об этом Что-то надо видеть Музыканты шутят Они выступают Там уже Представителями разговорной Как бы там Жанра Либо все-таки Это же добро В импровизации Если я не ошибаюсь Да, вот такое произведение Иногда бывает Да, с Керца Да, это же шутка в переводе В общем, да Ну так это все Условно, да В этом концерте Как правило Каждый музыкант Профессионал Он обязательно должен Показать себя В своем деле Поэтому Всегда звучит музыка Там Россия, не Моцарт Кого угодно Во втором отделении Кто во что Гораст Это музыкальная пародия Которая Например Если звучит Вот вы знаете Замечательную арию Лизы Из Пиковой Дамы Ах и стомилась Устала я Ночью и днем Прекрасная певица Татьяна Громова И все артисты Делаем пародию Сначала как это поют В оперном театре Певица, которая Показывает свой голос Потом как бы Эту же самую арию Спел хор Пятницкого Да И все артисты Уже представляют Хор Пятницкого И прекрасная певица Татьяна Громова Поет народным голосом Ах и ставилась Устала я Ух Потом Она поет это так Как бы это пел Цыганский театр Ромэн А потом Как еврейский театр Шулом Вот пример Как музыканты шутят Это как будто КВН Белгосфилармония Но КВН На почве Такого высокого Профессионализма Потому что Все таки В КВН Могут играть люди Умные Быстрые В соображении Но они могут быть Любой профессией Здесь основа Блистательный профессионализм В своем деле Здесь нельзя Просто выйти Пошутить Рассказать анекдот Здесь должна быть Музыка И твой Профессиональный Вот этот вот Высочайший уровень И в этом смысле Здесь конечно Принимают участие Блестящие все Артисты Я их очень люблю И это И Яков Гейлер Евгений Виданов Это прекрасно Вот мне жалко Я вот вам говорю Ну вот хоть Пускайся в пляс И рассказывай Как они это все Замечательно делают Ну почему бы и нет Сегодня утром Все таки воскресли Все правильно пойдут Ну я тут уже Спела Чечетку я побила И порезала Между прочим Уже яблоки для салата Я так полагаю Вот в рамках Таких музыкальных гостин Уместна импровизация Или нет Безусловно Безусловно Но хорошая импровизация Она всегда должна быть Хорошей подготовленной Да продуманной Это все не просто так Потому что Все таки мы знаем Законы сцены И Импровизация Импровизация Но знать что И кто И куда Что делает Это нужно знать обязательно Тем временем Мы порезали яблоки К нашему тайскому салату Прекрасно Далее В трех словах Что мы будем делать сейчас Это мы сделаем за кадром Это значит Что взяли сельдерей Мы взяли сельдерей Порезали его И все И дальше Все составные части У нас уже будут специи Мы заправляем салат И все Замечательно Дорогие друзья У нас сегодня в гостях Солистка Белгосфилармонии Руководитель музыкальной гостиной Пианистка Татьяна Старченко Мы еще вернемся В студийную кухню В очередной раз Доброе утро Еще раз Еще раз здравствуй Над чем вы колдуете? Вот я сейчас режу имбирь И просто Переживаю Что никто же не может Ну кроме вас конечно И наши все Услышать Дивный совершенно запах Потому что имбирь Вот этот вот имбирь А его нужно совсем чуть-чуть Вот тут видят Вот капельку имбиря Все же как сэкономили Саша Насколько нам еще этого имбиря хватит? Потом все поделим Замечательно Вот теперь у нас как бы С имбирем пошла заправка Заправка этого салата Она простая Но ни один ингредиент Нельзя забыть Мы его поливаем Замечательным оливковым маслом Я его сейчас побольше поливаю Потому что манго был не самый сочный Бывают очень сочные и спелые Ну и вообще масло это полезно Для пищеварения Чем больше его, тем лучше Затем мы вот таким образом Выжимаем сок половинки лимона Так вот берем Профессиональным движением Вот видишь, Саша Не только ты один знаешь Как нужно сок с лимона Это приятно Мне это приятно Ой, похвалите меня еще, пожалуйста Так приятно, когда хвалют Вообще по рецептуре Нужен даже не сок лимона, а лайма Вот, но мы уже не стали Бегать и искать лайм В нашей стране он не растет Поэтому у нас тут семечко Манго найти гораздо проще Конечно, на каждом шагу просто Вот дальше мы сыпем немножко Красного жгучего перца чили Но это уже каждый, конечно, на свой вкус Потому что я как скорпион Люблю все очень острое Пряное такое Вот А у всех безусловно Но сразу предупреждаю, что этот салат Все же очень такой острый Я, честно говоря, сегодня вообще заинтригована Потому что я вот для зрителей за кадром Попробовала сельдерей и имбирь в чистом виде Отвратительно на вкус, скажу честно Хорошая такая реклама Спасибо С при вкусом елочных иголок Имбирь с при вкусом мыла Мне очень интересно Что же получится в салате? Просто отдельно не кушайте А вот в сочетании с авокадо и яблоком Все-таки вкусно Старинная русская, значит, поговорка Значит, кто что любит То арбуз, а кто свиной хрящик, да? Так что вот то, что Танечка нюхала Ей нет А мне так, да? Салата мы ей не положим Вот сейчас, да Вот сейчас Мы этот салат должны Поставить И он должен постоять Потому что Пустить сок, да? Да, пустить сок Потому что, в принципе, я не уверена Достаточно ли я масла положила У меня здесь немножечко трудновато было Ну, запах лимона пошел уже по студии Я чувствую Значит, все-таки обаяние Даже перебил запах имбиря И так хочется попробовать Но я пока не буду пробовать Мы пока этот салат Рассмотреться более выигрышно Итак, что нам для этого понадобится? Так, мы берем авокадо Напомним нашим телезрителям Да, это салат из авокадо И в его состав входит Вот авокадо Вареные яйца, которые, думаю, скоро у нас сварятся Креветки, которых может быть совсем немного Маринованные огурчики Ну, чем больше, тем лучше Ну, знаете, как-то вот я экспериментирую И понимаю, что в креветках главное Вот этот вот морской чуть-чуть вот аромат Поэтому, ну, можем все положить Ну, если вы уже съели креветки у себя дома То оставьте хотя бы сок для салата Ну, можно и так трактовать это, действительно И апельсин Вот это сочетание огурчика, апельсина, креветок и авокадо Дает неповторимую С вареным яйцом прикуску Просто слишком Стерплю я это Нет, я просто еще не пробую Но наверняка это будет безумно вкусно Как и все, что вы делаете Хорошо, спасибо Вот единственное, маленький у вас фронт работы Вот фронт, вот где вот Я все время мощусь Я все время куда-то вот перемещаюсь Да, вот это просто Специально для гостей делаем Чтобы они так это не разгуливались Вот, а то Значит, смотрите Вот это я буду сейчас делать то Что не всякая хозяйка, безусловно, знает у нас в Беларуси Мы не будем чистить авокадо Потому что сам по себе авокадо является замечательным Как бы сервировочной тарелкой для салата Поэтому мы его вот так Вот единственное, что я хочу сказать Что, конечно Ножи у нас такие, да? Нет, надо угадать Авокадо должен быть средней мягкости Чтобы очень хорошо он мог вычерпываться ложкой Вот этот немножко жестковатый Но это, в общем-то, не страшно Вот мы достали эту замечательную косточку Одна моя знакомая все время доставает косточку Вот, сажает Пока ничего не выросло Не теряет надежды Все рекомендуют, как косточки из маслины и оливок Можно проглотить ее Ну, это, говорят, полезно, да? Да, да, да Так, ну, в идеале Вот это вот Сейчас я подумаю, как лучше Наверное, мы возьмем вот такое вот Я думаю, что за мной камера не успевает Я бегаю туда сюда Успевают, успевают Нормально, да? Вот сюда я в идеале должна вычерпывать авокадо Вот здесь он жестковатый На вкусе это не будет сказываться Вот, но, конечно, удобнее, когда он здесь Вот мы, к сожалению, не можем угадать Потому что все-таки это растет не в нашей стране Мы даже не знаем Да, еще не сезон Как он выглядит Некоторые подумают сегодня, что это огурец Да, и не знаем, главное, в каком состоянии его сорвали Лучше всего покупать все-таки израильские авокадо Они, как правило, бывают такими более свежими Вот это хороший, но он чуть-чуть недозрелый Но неважно, главное, мы спасли нашу замечательную Эту вот тарелочку Да, 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 тарелочку для авокадо Лодочка плыви Примерно так Дальше мы это тоже вычерпим Занимаемся этим делом Не забываем, собственно говоря, что мы сегодня О высоком О высоком говорим Еще раз, как бы, о вашей гостиной Ведь в наш век, когда очень развита аудиотехника Можно произведение гениальных классиков послушать дома Но, тем не менее, ваша гостиную собирает В большую публику и множество людей В чем секрет, как вы думаете? Я-то вообще об этом часто говорю Я даже думаю, что, может быть, вас Точно, приходит на вас Есть доля, конечно Но я всегда думаю, что дело вот в чем Просто абсолютно так Сейчас так много прекрасных записей Все можно посмотреть и послушать дома Значит, мы на сцене должны делать что-то Что никто не может сделать там Вот все время нужно просто что-то придумывать Я думаю, что со сцены не так много получают Вот этого заряда любви Вот этой вот живой музыки Потому что никакая запись не может сравниться С этим посылом, который идет от живого исполнителя Но, с другой стороны, мы должны обязательно знать Хорошо знать, что С одной стороны, исполнитель должен прекрасно делать свое дело И он должен чем-то вот иметь свою вот эту вот То, что он любит там, харизму, талант Это все понятно Он должен быть красивым Это не вот черт Это вот от... Вот он идет, его должны уже все любить Трудно перестроиться нам Потому что у нас вот у всех так вот представление Вот классический музыкант Не важно, как он выглядит Не важно, как он одет Главное, что вот он... Важно Все важно абсолютно Вот он должен идти, а он еще потом играет А или поет И сейчас наступило время, 21 век Вот такое, когда важно абсолютно все Как смотрится Как он делает свое дело Вот эти внешние вещи, они безусловно важны Мало того, надо сказать нашим телезрителям Что многие концерты в рамках музыкальной гостиной Они благотворительны Они проводятся как в больницах, и в интернатах Бывало, да, да Такое бывает Они немногие Все-таки я знаю, что мы часто... Это я вот еще глубокую тарелочку Все еще и еще Поэтому просто надо нашим телезрителям сказать, что Если вы ходите на музыкальную гостиную Это уже говорит о том, что вы помогаете и сиротам И нуждающимся, и инвалидам И просто больным людям Это все так действительно Да и самому себе, собственно говоря, развиваться Да, конечно, в первую очередь Вернусь к тому, о чем я говорила Я думаю, что вы придете к нам на музыкальную гостиную Конечно Очень надеемся А вот мне очень интересно, аудитория какая ходит Публика, молодежь, людей Вы знаете, молодежи сейчас много ходят Но здесь все-таки играет роль То, что я очень долгое время У меня были абонементы во всех вузах Ну, не во всех, а в тех, в которых есть рояли Потому что этим могут похвастаться не все вузы Это молодежь, так понимаю, музыкально подкованная, да? Нет, нет, это... Это студенты консерватории предположим Нет, нет, что вы Студенты консерватории никогда не ходят Что вы? Они сами артисты, они музыкой занимаются Как тот представитель национального меньшинства Который не читатель, а писатель Вот в большинстве студенты консерватории Это обусловлено еще тем, что, конечно, они очень загружены, да? Потом еще всегда, когда человек учится Он считает, что он уже достиг высоты Он потом начинает понимать, что и как Нет, абсолютно все не так Как раз музыкальная гостиная Это те люди, которые для себя открывают вообще мир музыки И вот этот мир общения с исполнителем со сцены И поэтому, вот когда я выступала РТИ То есть сейчас это ГУИР называется Было время лингвистический университет Медицинский институт То есть много разных вузов И потом с наслаждением замечала, что вот на концертах вдруг Приходят вот эти вот молодые ребята Даже были те замечательные концерты в Академии МВД Когда 600 человек им сказали, так, надо прийти Пришли все Тишина гробовая Потому что им сказали, так, молчим Это другое дело, что кто-то там дремлет Они же намыкаются, да? Вот, и вот так я год целый была на абонементе на таком А потом уже в замполиту говорю Вы знаете, мне к вам огромная просьба Вот объявите им последний концерт А концерт элитарный Пастернак и Шопен Это вот я одна Объявите, пусть останутся те, кто хотят Подполковник говорит Вы знаете, а если никто не останется? Я говорю, ну значит все Значит не надо здесь Я к этому отношусь при всем Притом абсолютно спокойно Значит не нужно здесь это Он говорит, я сам пойду Я говорю, хорошо И вот, значит он им объявил Это май месяц И из 600 человек осталось ну около 30 Он говорит, значит только 30 Я говорю, значит 30 это много Академия МВД Это очень много 30 человек И когда вот они сели Слушать музыку И поэзию Пастернака Я как раз и начала с того, что Хороший акцент интеллекта, да? Безусловно 30-ти шли Посмотрите друг на друга Один в 20-ти И вот замполиту я говорю Пожалуйста, посмотрите на этих ребят У каждого из них есть шанс Добиться в своей области высоты Они другие У них другое мышление Я была права Меняйте институт Вот знаете, я думаю, что Есть вещи Вот музыка им помогает добиваться И поможет добиваться многому Многого Потому что музыка, как правило В своей области Людям помогает Открыть другие горизонты Эти мальчики писали стихи И я думаю, что я Я просто уверена, что Наступит Тот день в конце моей жизни Когда придет ко мне Седой генерал И скажет А помните? Кстати, у меня был Такой гениальный случай Когда к нам в доме Постучался темно Постучался милиционер Там было какое-то происшествие Мы не открыли дверь Потому что не было видно кто И я говорю своему мужу Он говорит Назовите фамилию вашу Там нужно было отметить Что он нас предупредил Там о чем-то Я говорю Мужу, назови мою фамилию Она простая, твоя длинная Ее не раз слышно Он говорит Старченко И вдруг милиционер За дверью замолкает И изменившимся голосом Говорит Простите Ваша жена Пианистка Старченко Муж говорит Да Можно ее к двери позвать Он говорит Ну иди к двери Мне милиционер говорит Будьте добры Откройте пожалуйста дверь Ну я открываю дверь Он говорит Извините Это Вы у нас позавчера Концерт давали В Академии МВД Я говорю Да Вот распишитесь Я говорю Ну что вы нас оповестили О чем-то Он говорит Нет Автограф дайте В середину Я сказала Автограф Он ушел Мой муж вышел Сказал Теперь тебе нужно еще В тюрьме дать концерт И тогда Просто народ Будет Любить Ну вот Жизнь Она изощрена Любой фантазии Вы представляете Сегодня нам завтра Готовит замечательная Женщина Пианистка И солистка Белгосфилармонии Татьяна Старченко Итак Последние штрихи Нашего второго салата Да Огурчики Еще раз напоминаю Для тех Кто только что включил телевизор Салат из авокадо Авокадо Маринованные огурчики Яйцо Апельсин Креветки Получается вообще Такой достаточно дорогой завтрак Но Должна сказать Что Идеально Авокадо с апельсином Просто великолепно Очень вкусно Когда туда добавляете Маринованный огурчик Великолепно Но уже креветки добавляем По особо важным завтракам Я думаю Завтрак молодоженов Когда молодой муж Встает утром И готовит Вот такой завтрак Очень хорошо То есть кто-то один Должен быть на кухне Я думаю Да безусловно Как поведение Кто начнет Тот и будет продолжать Что ж будет Да Вот я сейчас сюда Апельсинчики Я чуть-чуть оставила У нас тут Вообще впервые вижу Такое сочетание Яйцо вареное С маринованным огурцом И апельсином Что самое интересное Вы знаете Вообще Все-таки Вот сейчас особенно Мне кажется Такая тенденция Сочетание Как бы несовместимых Соленых Сладких продуктов Ну это безумно вкусно Всегда например Есть такой замечательный салат Где есть Соленый огурчик Или маринованный Куриное мясо И яблоко И грецкий орех И это безумно тоже вкусно Но опять-таки Это все на любителя Вот сейчас я Я думаю Здесь хорошо Что креветки Было бы Наверное Мясо было бы лишним Нет Здесь вообще исключено Здесь креветки Здесь может быть Более дешевый вариант Крабовые палочки Но в общем Может быть и без этого То есть креветки Они придают Безусловно пикантность И такую праздничность То есть может быть Я не знаю Бывают наверное Праздничные завтраки Вот такой Прием завтрака Когда вот нужно Что-то такое легкое И изысканное Вот это именно то И продолжаем разговор В нашей сегодняшней Музыкально-кулинарной гостиной Татьяна Вы выпускница Нижегородской Консерватории Аспирантуры Вот каким ветром Вас внес Ко-моему Скажете Ну таким Банальным женским ветром Зависло меня Потому что я вышла замуж У меня муж Да Я приехала на гастроли Был такой здесь Замечательный скрипач Музыковед Михаил Семенович Козинник Которым я выступала Года два Ездила по Советскому Союзу Тогда еще был Советский Союз И он сказал Ну вот приедь Вот на гастроли Я приехала в Минск И тогда О Козиннике О музыкантах О музыке Снимался документальный фильм Должен был сниматься Замечательный документалист Михаил Ждановский А мой муж был сценаристом Этого фильма И мы отыграли здесь концерт И были циклы концертов Клайпида Каунас Вильнюс Вот мы поехали на концерт А съемочная группа поехала за нами На четыре дня И вот результат Этой поездки Вот я стою здесь с вами Я очень быстро Правда вышла замуж Моментально просто Вот И честно говоря Не то что не жалею А просто очень счастлива Что вот как-то так Я быстро решила И быстро вышла замуж Мой муж В этом деле главное долго не думать Безусловно Вот скорпионы Вот они вот так вот И находят общий язык Потому что иначе Может затянуться Особенно в определенном возрасте Во взрослом Ну так видишь уже Вижу цель Все Я увидела что Все то что нужно Высокий, красивый С усами Умный, талантливый Думаю Стихи пишет Нет замечательно Все получилось Я думаю что муж сейчас смотрит И просто Потрясен и поражен Все таки весна наступила Наконец-то Приятные слова Саша я это говорю Все 15 лет совместной жизни Что вы говорите Он привык уже Я думаю Он так сидит Опять Опять то же самое Говорит Да опять В этот момент Ты заглянул на кухню Сегодня воскресенье А там ничего не приготовлено Потому что Все здесь Лучшие запахи Жена вся здесь Все из холодильника Татьяна забрала с тобой Интересно цель посвятить Свою жизнь музыке Она тоже как-то в детстве пришла Да Да безусловно Это вообще такая история Я еще успеваю эту историю рассказать Значит я все сюда уже положила И закладываю майонез Здесь перчик не нужен? Нет Нет Это такой мягкий достаточно вкус будет Мне 6 лет Я живу в коммунальной квартире Вот Один конец Квартиры Моя квартира Через 20 квартир Моей подружки Ей купили пианино Я помню Я к ней перехожу И этот запах Нового пианино И вертящийся стул И такое потрясение Просто И вот я иду По этому долгому коридору Коммунальной квартиры К своей двери А так встаю Перед дверью И думаю Как же мне маме сказать Чтобы она меня тоже купила Мама открывает дверь И говорит Танюша Ты что тут стоишь И вот этот дальше Кадр у меня как будто Вот действительно перед глазами Потому что я стою И говорю Мамочка миленькая Купи мне пожалуйста пианино Я на нем так хорошо буду играть Видимо так это было искренне Мама в тот же день собралась В кредит он же 550 рублей стоил Безумно Купила пианино Я ей так благодарна Мамулечке моей Что она вот меня услышала До сих пор благодарна Вот И вот после этого я все Все играю И играю И играю Так что И уже много лет Это знаете Сейчас вот Стало модно Отдавать своих детей В музыкальную школу Потому что еще лет 10 назад Отдавали в основном В спортивные секции Я думаю Это было временно Когда вот Не отдавали в музыкальную школу Потому что когда вот Мы учились Тоже попасть в школу Было вообще невозможно Я помню Когда вот все-таки Я захотела в музыкальной школе учиться Не было мест На дневном отделении Не было места Меня заняли только на вечерние Я там сидела У меня какой-то Молодой человек странноват сидел Бабушка лет 75 Вот То есть они все Очень хотели учиться музыки Для себя И я даже с ними сидела То есть был какой-то бум И люди действительно учились И детей отдавали И видимо Вот когда все вот эти были Острые проблемы Когда мы в стране решили Что все надо защищаться Поэтому спорт отдали А теперь поняли Что защищаться уже вроде как Нет кого Теперь можно заняться Мирными такими профессиями В шоу сторону Потому что Стремятся отдать ребенка В музыкальную школу За любые деньги При этом ребенок Не имеет никаких Музыкальных способностей Ни слуха Ни голоса Не обязательно играя на пианино Как мне казалось Я думаю что В принципе Конечно Хорошо когда человек Кладет каким-то музыкальным инструментом Вообще хорошо Проблема в хороших учителях Потому что если Учитель излучает любовь И он может научить Ребенка любить музыку Это прекрасно Ведь не должны быть Все профессионалами Но очень часто бывает И всегда было Что иногда школа Может так отвратить От занятий музыкой К сожалению Мне обидно Но это вот так Жизнь просто устроена А любить музыку И заниматься ее Это огромное счастье Вот привить вот эту любовь Просто Это очень тяжело Это большой труд И я знаю что У Беларуси вообще Замечательные педагоги И прекрасная школа И фортепьяная прекрасная И здесь дети хорошо играют И учатся Но всегда бывают те кто Кому может быть И не надо учиться профессионально Но слушателей воспитывать Но это уже задача Музыкальной гостиной Воспитывать хорошую Кстати о ней Вы были еще и Организатором Необычного концерта В Белгосфилармонии Вы сделали концерт Для двух Трех Четырех Роялей С оркестра Это уникальный случай Потому что совместить На одной сцене Четыре рояля Это что-то нероятное Это правда И я была Честно говоря счастлива Потому что я-то понимаю Что в странах Европы Это безусловно делается Техническая проблема Четыре хороших рояля Должно быть на сцене Это тяжело Но я так рада Что все-таки Все сложности Были преодолены И это так здорово Когда это Целый рояльный оркестр На сцене И я была счастлива Что и большой зал Филармонии Был полон Это просто праздник Я не люблю Я не люблю этого слова По отношению к классической музыке Но какой-то момент Шоу Такого высокого Ну даже шоу неправильно Все-таки высокого праздника Он был Это замечательно Мне так жалко Что вас там не было Просто А что в планах Можно вот сказать Да Ну вот 8 апреля У нас повторение Музыканты шутят Я так рекламирую Но вообще билеты у нас Были проданы еще неделю назад Но я всегда говорю Кто хочет попасть Он всегда попадает Это Ну Это действительно истина То есть насчет контрамарки Можно переговорить Конечно После да Конечно Вот Затем у нас замечательный вечер Музыки Валерия Гавриевна Это уже камерная музыка Вокальная И остается один вечер Который мы делаем совместно С камерным оркестром Музыкального училища Потому что я считаю Это очень правильно Чтобы молодежь выходила на сцену Вместе с профессионалами И заражалась вот этой любовью к музыке Потому что главное Воспитать все-таки у музыкантов Замечу любовь Потому что очень часто Музыканты не любят музыку Это парадокс Это их работа Но они любят себя в музыке А не наоборот Вот это главное Любить вот музыку Станиславский говорил Любить искусство в себе Не себя в искусстве Вот мудрый был человек Станиславский Таки да Вот поэтому Это Вещь очень правильная И сезон у нас заканчивается в мае Потом мы дадим отдохнуть все-таки публике Чтобы они соскучились Очень хорошо По нам По нас По нам Ну, Саша, до окончания сезона Постараемся обязательно попасть Я думаю Обязательно Не будем осягивать так долго Но советуем нашим зрителям Дорогие друзья Наш сегодняшний гость Это настоящий вулкан страстей Это пианистка Художественный руководитель музыкальной гостиной Белгосфилармонии Татьяна Старченко Не переключайтесь Самое вкусное включение с нашей студийной кухни Сегодня завтра там готовит художественный руководитель Музыкальная гостиная А также пианистка и солистка Белгосфилармонии Татьяна Старченко Доброе утро Все готово Наконец-то мы зашли слюной уже буквально Мы вот все время говорили Сегодня целое утро о кулинарных пристрастиях Мы поговорили о ваших музыкальных А вы вообще какую музыку слушаете? Ваши любимые композиторы? Очень правильный вопрос такой Потому что я вам, честно говоря, в подарок сегодня приготовила Вам, Саша, вот своего любимого композитора Шопена И хотела, ну, в своем исполнении, конечно Великолепно Потому что, безусловно, я много в разной музыке играю Но вот я чувствую, что вот это вот Это вот мое Поэтому я вам даю Вот тут лежит Я вам потом после передачи Все вот это вот отдам И мне будет очень приятно, что вы будете слушать То есть это так, как мы отреагируем на ваш завтрак Тогда и получим позитивку, да? А если плохо, отреагируем Я такая щедрая душа В любом случае Просто, слава Богу А вот интересно, вы сами себя в качестве композитора Никогда не пробовали? Нет, нет Почему? Ну, это вот все-таки совершенно иная профессия Хотя были так у меня моменты, когда мне приходилось там что-то Но я прекрасно понимаю У меня достаточно хорошее образование Чтобы понять, что я ничего в этой области не могу делать Ну и слава Богу Я думаю, что есть многие хорошие композиторы Пусть они этим и занимаются Татьяна, а вот классики, они достаточно скептически относятся к представителям поп-культуры Вот а вы как воспринимаете популярную музыку? Я вообще считаю, что мир вообще хорош в многообразии Это правильно абсолютно Наверное, это был бы сумасшедший дом, если бы с утра до вечера все слушали только классику Это как-то неправильно Вы знаете, греет корову, когда слушают классику, у них худои увеличиваются Моцарта, да, да Но и дети рождаются красивыми, талантливыми и умными Это да Есть при всем при том, есть классика немножко другая Потому что когда я в беременном состоянии играла концерты И играла в первом отделении Моцарта И мой ребенок внутри меня чувствовал себя великолепно А второе отделение был Прокофьев и Скрябин И тут я боялась, что закончится все родами на сцене То есть и классическая музыка бывает, в общем-то, абсолютно разная Вот, но я с большим удовольствием отношусь и к популярной музыке Я же не слушаю ее с утра до вечера Поэтому мне это все нравится Может быть, я сказала, что это неприличное И классические музыканты меня сейчас осудят Выключат телевизор Ну, знаете, уже недолго осталось Я думаю, они не выключат по той причине, что они хотят увидеть, как мы это будем кушать Да Ну, а вообще Мы сейчас это и будем делать Попробуем Давайте, да, попробуем Тайский и... А какой же это салат? Я не знаю, вообще очень уважают авокадо-зелененькие Да Вот эта, она такой Так, синенький, зелененький Саша, нет Сейчас торжественное вручение Да, это потом, это потом Давайте попробуем сначала Ну, давайте Итак, как правильно это есть? За кадром нам рассказали, что надо кушать это ложку Удобнее, мне кажется Я думаю, надо напомнить нашим телезрителям, из чего состоял тайский салат, да? Это, нет, это авокадо А, это авокадский салат Это авокадский салат, да? Авокадо, маринованный огурчик и апельсин Это исходный с майонезом А праздничная добавка, это креветки А, нет, там еще яйцо Яйцо, это не праздничная добавка Да, и правильно, что здесь нету перца Нету соли Под обречением, что можно Как изящено, как красиво Как красиво, ты посмотри В таких тарелочках Потрясающе Просто и вкусы Очень оригинальны И неповторим Ммм, просто шикарно Должна заметить, что Здесь нужны апельсины обязательно кисло-сладкие Вот у нас чуть-чуть сладковатые А я хочу, мы не солили, да? Нет Нет Вот это мне очень нравится Я вообще люблю любые салаты, где находятся марииновые огурцы Да Аналогично Я знаю другое Ты очень любишь, когда в них находится много лука И лук Мы сегодня отсутствовали лука Это по-настоящему празднично-медово-месячный салат, скажем так, да? Анна, ты тем временем, Саша, можешь желание загадать между двух точенцами? Да, да Ну, сегодня мне просто повезло Сегодня попробовал по-настоящему оригинальный завтрак Мало того, я сейчас загадаю желание салатик И давайте следующий наш салатик Такой европейский Утром Ну, не буду озвучивать, ладно Очень вкусно По-настоящему, как ценитель хорошей кухни, скажем так И хороших рук женских Могу сказать, это достойно Нет, что я себе на кухню не пустила, Татьяна Вкусно все получилось А, вот поэтому Ладно Удалось Две Татьяны собрались Понятно Наехали на одного Сашу И тем более два скорпиона, понимаешь? Так, напомню для зрителей, что это Тайский салат Тайский салат Плод манго, средней спелости Морковка, половина морковки Яблоко, лучше зеленое, но может быть любое Сельдерей, корешок сельдерея Красный жгучий перец Сок лимона Оливковое масло Вообще для красоты и для вкуса На любителя кинза еще сюда идет Потрясающе Острый, вот Просто Это на любителя Ну вот я же и говорила Вот компоненты, которые мне в сыром виде Мне понравились Ну получилось, конечно С красным перцем, друзья мои Это действительно Не бойтесь переборщить его Я не люблю специи в блюдах Но я бы сюда перчика еще красного добавила Еще? Да Ну это вот настоящая тайская кухня Шикарно Ну что, очень диетический Это сытный для мужчин Это диетический для женщин Друзья мои, это стоит того, чтобы попрощаться, скажем там, с 20-30 тысячами И сделать такой завтрак себе Один раз Вы знаете, вот я думаю, что такой салат из манго будет дешевле стоить Да, манго, да Да, это Здесь кроме манго Ну если вы захотите два салата То, соответственно Итак, по традиции, Татьяна Пожелания Нашим зрителям Вы знаете, вот я думаю, что сегодня 2 апреля, да? И я подумала, что вот Незамечательные слова у Григория Горина В пьесе Тонсану Мюнхгаузен Когда Мюнхгаузен говорит Улыбайтесь Улыбайтесь, ибо серьезные лица Это еще не признак ума Именно с серьезными лицами Делались самые большие глупости на свете Поэтому, вопреки всему Улыбаться, и тогда, в общем, все получится Я думаю, так Мы тоже будем улыбаться Припечататься к музыке К вашей здесь Шопен Там еще и русская музыка Одному мужчине, который сейчас за кадром У нас находится, да А для вас что? Мы потом отчитаемся Хорошо Да-да Если он попросит нас, мужчину А я себе их пока в руки возьму И хочу напомнить вам, уважаемые телезрители Что сегодня Необыковенно вкусный и оригинальный завтрак Нам готовила художественный руководитель Музыкальной гостиной Пианистка Солистка Белгосфилармонии Татьяна Старченко Ну, а наша программа подходит к концу Впереди еще целый выходной день А мы желаем провести его с пользой И с вами прощаемся Напомню, что проснуться и спланировать день Вам помогали Татьяна Рудаковская Татьяна Старченко И Александр Серебренников Всего хорошего Оставайтесь на ОНТ Субтитры сделал DimaTorzok